Друзья, из России массово бегут люди. Одних только айтишников с начала так называемой спецоперации в Украине уехало около 70 тысяч. А в апреле ожидается вторая волна. Счет уехавших идет на сотни тысяч. Как правило, уезжают люди молодые, образованные и с хорошим достатком. То есть те, кто должен тут развивать экономику и культуру. Происходящее похоже на полноценную шестую волну эмиграции из России. Вы сейчас спросите, почему шестая и когда были прошлые пять? Об этом мы сегодня и поговорим. Еще одна важная тема, это новый железный занавес. Такой поспешный отъезд тысяч людей связан еще и с тем, что многие боятся закрытия границ. И вот недавно у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже спросили, не будет ли ограничений на выезд айтишников из страны. А по интернету ходят слухи, что такие ограничения негласно, но уже есть. Поэтому кроме волн эмиграции, обсудим еще и то, как люди выбирались еще из-под советского железного занавеса. Историй там интересных много, от побегов во время гастролей, до угонов самолета и заплывов в открытом океане. А я напоминаю, друзья, что сегодня я работаю в основном благодаря вашей поддержке. Если вам нравится, что делаю я и моя команда, вы можете поддержать меня. Ссылочка на Patreon, Boosty и на криптовалюты будет в описании к этому ролику. Спасибо. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты. То есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному. К тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России. Первая волна эмиграции из России пришлась на гражданскую войну, которая закончилась ровно 100 лет назад. По данным американского Красного Креста, с революции 1917 года до 1 ноября 1920 из России уехали 1 миллион 200 тысяч человек. К окончанию гражданской войны эта цифра, естественно, выросла. Помимо белых эмигрантов, то есть аристократов, офицеров Белой Армии и чиновников, из России массово бежали деятели культуры. Например, писатель Иван Бунин. В 1918 году он с женой уехал из Москвы и через Минск и Киев добрался до Одессы. В январе 1920 они на французском пароходе отправились в Константинополь, откуда к концу марта добрались до Парижа. Бунин в это время вел дневник, который позже стал основой книги «Окаянные дни». Певец Федор Шаляпин летом 1922 года отправился на заграничные гастроли, с которых уже не вернулся. В 1927 году СССР лишил его звания народного артиста и права вернуться в страну. Композитор Сергей Рахманинов покинул Россию в 1918 году, после чего основался в США. Он не терял связь с родиной, а во время Великой Отечественной войны на его деньги для советской армии был построен боевой самолет. Но в Россию Рахманинов больше не возвращался. Поэтесса Марина Цветаева весной 1922 года уехала в Ригу, а зачем через Прагу и Берлин попала в Париж? Таких примеров выдающихся артистов, музыкантов, писателей десятки. Все они уезжали из России против своего желания. Многие надеялись вернуться, когда падет советская власть. Никому из них не довелось этого дождаться. Помимо тех, кто уезжал сам, были и те, кого новая власть вывезла из страны принудительно. В 1922 году из страны выслали не менее пяти кораблей с представителями интеллигенции. Эта история получила название «философский пароход». Инициатором высылки называли Ленина, а среди пассажиров философских пароходов оказались философы Николай Бердяев и Иван Ильин, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, социолог Петерим Сорокин и многие другие. Вывозили их в Германию, откуда люди уже расселялись дальше сами. Согласитесь, тут можно провести параллели с нынешней ситуацией, когда Владимир Путин публично говорит про нацпредателей и какое-то самоочищение общества. Ну разве что силы пока никого из страны не вывозят. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Другая параллель первой волны эмиграции с нынешней — это Стамбул. Я уже показывал в ролик о том, как живут в столице Турции нынешние российские эмигранты. Но сто лет назад исход в тогда еще Константинополь был не менее массовым. После крымской эвакуации 2020 года в Стамбуле оказались более 60 тысяч беженцев из России. Как и сейчас многие эмигранты оказались без денег. Правда, это было вызвано, конечно, не отказом визы и мастер-карты обслуживать карты российских банков, а тем, что люди бежали из России без всего. В Константинополе их вынудили отбывать карантин прямо на кораблях, чтобы не завести в город никаких болезней. Люди были заперты в бухте без еды и воды, а стамбульские торговцы подвозили им провиант в обмен на меха и драгоценности. Конечно, цена на этот провиант была совсем не рыночной. Многие эмигранты разорились еще во время карантина на кораблях, другие обнищали вскоре после выхода на берег. Тем не менее, в городе стали быстро появляться русские магазины, врачебные кабинеты и рестораны. Хотя кому-то пришлось отказаться от аристократических привычек и заняться простой работой. Дворянки становились официантками и прачками, офицеры чистили обувь и торговали на базаре. Среди мужчин распространились пьянство и азартные игры, среди женщин — проституция. Большинство стамбульских эмигрантов того времени верили, что вскоре режим в России сменится и не смогут вернуться на родину. Этого не произошло, и для тысяч россиян Константинополь стал лишь первой точкой в долгом поиске нового места для жизни. К 1927 году в Стамбуле осталось меньше трех тысяч русских, а к 1930-му город покинули почти все. Друзья, уже не первую неделю я призываю всех своих подписчиков из России установить VPN. Ведь практически каждый день у нас в стране что-нибудь блокируют. Под запретом уже большинство независимых СМИ — Facebook и Twitter. На днях в немилость Роскомнадзора попал и Instagram. Именно после этого люди начали наконец-таки массово скачивать VPN. Тут у многих возникает вопрос, а какую программу выбрать? Есть два основных опасения — бесплатные, медленные и могут собирать и передавать данные пользователей. А у платных может пропасть возможность эту подписку оплачивать, как это уже случилось со многими приложениями. Я хочу рассказать вам про программу Surfshark. Сервис находится в юрисдикции британских Виргинских островов. Их законодательство позволяет компании не регистрировать данные пользователей. Поэтому Surfshark не только не распространяет ваши данные и информацию о действиях в сети, но даже и не собирает их. При этом у Surfshark есть приложения и для iOS, и для Android, а также версии для ноутбука, Smart TV и даже для игровых приставок. Оплачивать подписку можно через WebMoney, Unipay или при помощи криптовалюты. То есть вы не лишитесь доступа к заблокированному контенту из-за проблем с ушедшими из России платежными системами. А с промокодом Варламов вы получите скидку 83% на подписку и 3 месяца бесплатного использования в подарок. Ссылочку для скачивания приложения вы можете найти в описании к этому видео. Давайте и дальше оставаться на связи. Как сложилась бы моя жизнь на родине, сказать трудно. Уж очень тогда времена были непредсказуемые. Но в главном, в том, что я попала на Запад, за меня распорядилась судьба. Вторая волна эмиграции оказалась многочисленнее первой и не менее вынужденной. В нее вошли люди, насильственно вывезенные из СССР в годы Второй мировой войны и побоявшиеся вернуться на родину. По разным причинам в Третьем Рейхе оказались более 8 миллионов советских граждан. Кого-то вывозили на принудительные работы и превращали в так называемых остербайтеров, то есть рабов с востока. Других брали в плен, третьи сами уходили вместе с вермахтом, боясь наступления Красной Армии. Вернуться в СССР для многих из них было равносильно смертному приговору. Из 4,5 миллионов узников нацизма полмиллиона сразу же попали в советские лагеря. Еще многие были арестованы позже. Они вернулись в Советский Союз около полутора миллионов человек. В отличие от первой волны иммиграции во вторую попали не аристократы и культурные деятели, а простые люди. Многие из них были из западных областей Украины и Беларуси и не считали себя советскими гражданами. Новые иммигранты панически боялись возвращения в Союз, вели тихую жизнь и не образовывали национальных общин, просто чтобы не светиться лишний раз. Одной из таких вынужденных иммигрантов оказалась поэтесса Валентина Синкевич. В 1942 году ее в возрасте 16 лет отправили в немецкий трудовой концлагерь. После войны она до 1950 года прожила в лагерях для перемещенных лиц, после чего смогла перебраться в США. Поколение людей, которые против своей воли во время войны оказались на Западе, а затем не стали возвращаться, она сама называлась замолчанным. Но свою судьбу считала благополучной, ей удалось выжить в трудовом лагере и не попасть под принудительную репатриацию советских граждан из Европы, которую проводили западные страны. Люди стремились скорее покинуть Европу, пока их не вернули в СССР. Сама Синкевич могла оказаться в Южной Америке. Пыталась получить разрешение на выезд в Австралию, но в итоге оказалась в США, где работала в русскоязычных журналах. Немногим повезло так, как ей. Я осознал, что не могу больше жить в России, что не хочу танцевать в Кировском театре. Меня не устраивало то, как люди в этой стране относились друг к другу. Приходилось притворяться, быть лояльным компартии. Я всегда был индифферентен к властям, но политическая система в то время переходила все границы. Помимо волны миграции, о которых я говорил в начале, были и те, кто ни в какую волну не входил. Те, кто эмигрировал не массово, а, скажем так, в индивидуальном порядке. После революции и гражданской войны выезжать из СССР становилось все труднее. С 1 июня 1922 года для выезда за границу необходимо стало получать особое разрешение Народного комиссариата иностранных дел. Народный комиссариат — это аналог сегодняшнего Министерства иностранных дел. За рубеж практически не могли выехать журналисты и писатели. По положению о въезде и выезде из СССР от 5 июня 1925 года выезд стал еще более затруднительным. Заграница объявлялась враждебным капиталистическим окружением. В то же время выехать из страны, чтобы больше никогда не возвращаться, проблемы пока не составляло. С началом коллективизации выезд начали ограничивать уже более серьезно. От желающих уехать стали требовать разнообразные справки, создавать бюрократические препятствия. Но даже собранные по правилам документы не гарантировали возможности выезда. Отказать выездной визе могли без объяснения причин. В 1931 году в инструкцию о въезде и выезде из пределов СССР была введена новая норма. Разрешение на выезд за границу для поездок по частным делам советским гражданам выдаются в исключительных случаях. Выезд из страны становился возможным разве что для дипломатов и служащих, которые отправлялись в важные для государства командировки. К середине 30-х возможность выезда из страны была практически закрыта для граждан. 9 июня 1935 года был принят закон, который устанавливал смертную казнь за побег через границу для военнослужащих. Причем ответственность несли и родственники перебежщиков. Если родственники знали о готовящемся побеге, но не донесли властям, их ждало от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией. Множество ограничений для гражданских лиц просуществовало до распада СССР. До ратификации в 1973 году Международного пакта о гражданских и политических правах власти СССР формально не признавали права собственных граждан на свободную эмиграцию. Выдача разрешения на выезд зависела только от желания и нежелания властей оказывать содействие в этом вопросе. Середины 70-х к желающим эмигрировать стали относиться лучше, но все равно расценивали как предателей. Рассмотрение заявления на выезд сопровождалось жуткой бюрократией. Система как могла замедляла отток людей из страны. Желающего эмигрировать могли запросто уволить с работы, после чего подвергнуть уголовному преследованию как тунеядца. Но кроме законной эмиграции существовало и незаконное. После смерти Сталина из страны стали выпускать дипломатов, ученых, спортсменов, деятелей искусства. Естественно, выезжали они только по рабочей необходимости. Например, на конференции, гастроли или спортивные соревнования. Но вот возвращались в Советский Союз не все. Так сформировался феномен так называемых невозвращенцев. Тех, кто покинул СССР с разрешения властей, но затем запросил политическое убежище на Западе. В Советском Союзе отказ вернуться считался изменой Родине. Но тех, кто остался на Западе, это, понятно, уже не беспокоило. Причем среди невозвращенцев были не только потенциальные диссиденты из мира культуры, но и представители советской элиты. Например, дочь Сталина, Светлана Аллилуева. Она покинула СССР в декабре 1966 года. Аллилуева выехала в Индию, куда везла прах своего мужа индийца Браджиша Синха. Пишут, что разрешение на выезд она получила от одного из высших чиновников Союза. Однако фамилии называют разные. Косыгин, Микоян, Черненко. В любом случае, Аллилуева оказалась в Индии, откуда должна была вернуться в Советский Союз в марте 1967 года. Но вместо этого она отправилась в посольство США в Дели и попросила политическое убежище. Хотя Аллилуеву и называют невозвращенкой. В Советский Союз она все-таки вернулась, правда, через 17 лет. Два года она прожила в перестроечном Советском Союзе, а потом по личному разрешению Михаила Горбачева опять уехала в США. Этому молодому артисту свойственный темперамент, смелость, особенно виртуозное у него вращение. Первым невозвращенцем среди советских артистов считается танцор балета Рудольф Нуриев. Он был на гастролях в Париже в 1961 году. Из-за нарушения режима нахождения за границей КГБ решил отправить его домой. Тогда Нуриев запросил политическое убежище, а в СССР заочно был приговорен к 7 годам лишения свободы за измену Родине. На Западе Нуриев быстро стал большой звездой, а с 1983 года по 1989 руководил балетной труппой Парижской оперы. Как и Аллилуева, он успел побывать в Советском Союзе до его распада. В 1987 году ему выдали визу на 72 часа, чтобы проститься с умирающей матерью. А в 1989 он выступил на сцене Мариинского тогда еще Кировского театра в Ленинграде. Нуриев был не единственной большой звездой балета среди невозвращенцев. Спустя 13 лет его примеру последовал Михаил Барышников. Он был с труппой Большого театра на гастролях в Канаде, где получил предложение от американского театра балета и решил не возвращаться в СССР. Спустя 6 лет после эмиграции он стал руководителем труппы. Он также снялся в нескольких голливудских фильмах и сериале «Секс в большом городе». В 2017 году Барышников получил латвийское гражданство, так как родился в Риге. От гастролей в России он принципиально отказывается. Немало невозвращенцев было среди спортсменов. Например, олимпийский чемпион по хоккею Александр Могильный. Он был задрафтован, то есть выбран американской командой Баффало в 1988 году, в год победы сборной СССР на Олимпиаде. Правда, отпускать играть в США его никто не спешил. Сообщают, что представители Баффало вышли на Могильного, когда его команда ЦСКА выступала с показательными матчами в Америке. А сбежал Могильный годом позже, в Швеции. Сборная СССР как раз выиграла чемпионат мира в Стокгольме, и игроки получили свободный день в качестве подарка. Этого хватило, чтобы представители Баффало спрятали его от КГБ и стали готовить документы. В мае 1989 года он получил политическое убежище в США и смог присоединиться к новому клубу. Для этого ролика мы поговорили с еще одним невозвращенцем, пианистом Михаилом Рудом. Он отказался возвращаться в СССР после гастролей в Париже в 1977 году. В те нескольких лет меня не выпускали на участие в конкурсах, потому что я отказывался сотрудничать с КГБ. И когда в итоге меня выпустили, уже после того, как я кончил консерваторию, во Францию, в Париж, я получил первую премию на конкурсе Маргариты Лонг и вернулся. В это же время я уже начал заниматься довольно активно политической деятельностью. И на первой же моей концертной поездке в 1977 году я просил политическое убежище во Франции. Но моей задачей не было остаться во Франции. Я бы хотел уехать в Америку, как многие люди моего поколения были все проамериканскими. И для меня Франция была просто тем местом, от которого я мог убежать. И я прожил в Нью-Йорке год, мне там все очень понравилось, но я понял, что я совершенно не хочу стать американцем. Я вернулся в Париж, потом я жил много лет в Лондоне, и каждый раз я возвращался в Париж. И только постепенно я понял, что это стал мой город. Они меня сделали фактически невозвращенцем, потому что я бы никогда не уехал. Но когда меня передо мной поставили, буду ли я работать на КГБ, меня вызвал человек в отдел кадров и сказал, что за вами следим, вы очень скромный, работолюбивый, талантливый. Я из семи репрессированных родился в Ташкенте. Они все это знали. В Советском Союзе, несмотря на то, что это кажется не так, была очень большая разница в социальном положении. Я был в самом низу этой пирамиды социальной. И так что они смотрели и думали, что такой человек, как я, может быть для них хорошей добычей. Советским гражданам было относительно несложно получить убежище на Западе, если удавалось туда добраться. У меня были друзья моего возраста, который… Мой близкий друг, он, к сожалению, недавно умер. Он директор «Русской мысли» Виктор Лупан. Он был там молодым парнем. И у меня был телефон от моих общих друзей из Кишинева. И он походил, выяснял… А он раньше уже с своими родителями сбежал. И он выходил, выяснял, как это все делается. Практически это было как будто бы очень прозаично. Приходишь в префектуру, говоришь, тебя никто не хочет видеть, потому что никого это не интересовало. Франция была абсолютно не антисоветская страна. Я был просто всем как абуза. Я ничего не мог им принести. Но они обязаны были это делать, потому что есть международные законы. Меня вводили от одного кабинета в другой. Что-то там подписывал. Я отдал мой паспорт. Но потом меня повели в квартиру, которая принадлежала полиции. И я не имел права оттуда выходить. И я, конечно, выходил все время. Я был все время на улице, 23 года. В общем, я не понимал. Министерство иностранных дел послало запрос, чтобы меня выслали. Но дело стало публичным. Люди знали всю эту историю. И ничего не произошло. Однако официального статуса беженца нужно было еще дождаться. Документы даются не Парижем, а даются Женеве. Это конвенция о беженцах. Значит, надо было ждать ответа. И вот во время этого периода, несколько месяцев между тем, как ты просишь убежище и тебе его дают, может пройти несколько месяцев, ты не под защитой никого. В этот момент они могли меня взять и никто меня не защищал. Позднее Михаилу удалось уехать в США, получить все необходимые документы и затем вернуться в Париж. Он также побывал в СССР до его распада и даже был на допросе в КГБ. Правда, вместе с французским послом. И его дело было закрыто в его присутствии. Друзья, давайте сыграем. В эфире капитал шоу Поле чудес. Я загадал слово из шести букв. Одним этим словом можно описать все, что происходит вокруг. Чтобы вам было проще, я открыл две буквы. Крутите барабан и пишите ответ в комментариях. А я пока расскажу, к чему все это представление. В 2019 году уличный художник Владимир Абек сделал работу Поле чудес на стене заброшки в Нижнем Новгороде. Прошло уже три года, а работа как никогда актуальна. Поэтому мы с Владимиром решили вместе сделать мерч. Вот такие получились футболочки. Принт на них с сюрпризом. На новой футболке он соответствует картине художника. Но уже через несколько стирок начнут проявляться явные очертания того, что сейчас происходит. Ну а если ждать не хочется, при должном упорстве принт можно оттереть даже пальцем или монеткой. Чтобы добиться такого эффекта, мы нанесли три слоя специальной краски и сушили ее секретным способом. А чтобы хватило на всех, мы сделали футболки большим тиражом. Это, кстати, не первая наша коллаборация с современными художниками. Мы уже делали футболки «Забей мяч» с Мишей Маркером и «Ноукоп» с Евгением Фельдманом. Если у вас есть идея, с кем еще нам сделать мерч, пишите в комментариях. Также ждем предложения от самих художников. А теперь вы можете попробовать себя в искусстве. Покупайте наши футболки, фотографируйтесь в них в соответствующем месте или ситуации, выкладывайте фотографии в социальные сети и отмечайте меня. Самыми крутыми работами постараюсь поделиться с моими читателями. Так что бегом в мой магазинчик за футболочкой, ссылочка будет в описании. Я жил в государстве, где люди постоянно боялись чего-нибудь. Я видел страх в их глазах, в их позах, в манере говорить друг с другом, постоянно прислушиваясь и оглядываясь. Больше всего это чувствуется в столичных городах. В провинции отчаяние и безнадежность ощущаются меньше. Трудно поверить, что в стране существует множество здоровых, сильных мужчин, объятых постоянным страхом. Трудно жить среди них. Возможность уехать на Запад и не вернуться была только у привилегированных граждан. Тех, кого на этот самый Запад, в принципе, выпускали. Но сбежать из Советского Союза хотели не только они. Поэтому были и те, кто рвался за железный занавес самостоятельно, безо всяких служебных командировок. Одной из самых известных стала история Славы Курилова. Советский океанограф не мог покинуть страну легально, но очень стремился выбраться из СССР и придумал невероятный способ. Он отправился в тур на круизном лайнере Советский Союз. Тот выходил из Владивостока и плыл до экватора и обратно, не заходя в иностранные порты. Ночью 13 декабря 1974 года Курилов спрыгнул с теплохода и вплавь отправился на Филиппины. Проведя в открытом океане трое суток, он добрался до острова Сиаргау. Филиппинские власти провели расследование на его счет, а затем депортировали в Канаду. В СССР Курилова заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Историю Курилова рассказывали на радиостанции «Голос Америки». Я не знаю, слышала ли ее советская гражданка Лилиана Гасинская, но спустя пять лет после Курилова она сбежала из СССР похожим образом. 18-летняя девушка была официанткой на круизном теплоходе и в одном купальнике выпрыгнула из иллюминатора, когда теплоход стоял в порту в Сиднее. За 40 минут ей удалось доплыть до берега Австралии. Там ее первыми обнаружили журналисты, которые помогли девушке скрыться от сотрудников советского консульства. Она получила статус беженки и затем снялась для обложки эротического журнала «Пентхаус». Правда, есть мнение, что история побега Гасинской была выдумана, а ее побег подстроили изначально. Однако ее иммиграции это не помешало. Гасинская и Курилов бежали сами, но были и те, кто пытался прихватить с собой самолет и его пассажиров заодно. Да-да, в СССР были даже угоны самолетов с целью иммиграции. Например, так поступила семья Овечкиных, которая составляла джазовый ансамбль «Семь Симеонов». Василий Овечкин, Дмитрий Овечкин, Олег Овечкин, Александр Овечкин, Игорь Овечкин, Михаил Овечкин, Сергей Овечкин. В ансамбль входила Нинель Овечкина и семеро ее сыновей. После зарубежных гастролей 1987 года они решили покинуть СССР. 8 марта 1988 года Нинель Овечкина, ее семеро сыновей и три дочери сели в самолет «Иркутск-Ленинград». Когда самолет пролетал над Вологдой, два старших брата Овечкина достали обрезы, которые до этого прятали в футляре от контрабаса. У них также были самодельные бомбы, под угрозой взрыва они приказали лететь не в Ленинград, а в Лондон. Экипаж был готов лететь за границу, чтобы не подвергать опасности жизни других пассажиров. Вот только топлива в баке для полета до Лондона не хватало. Экипаж уговорил Овечкиных сесть в Финляндии для дозаправки. На борту объявили о посадке в финском городе Котка. Но на самом деле самолет сел на военном аэродроме Вещево возле финской границы, но еще в СССР. Увидев советских солдат, Овечкины догадались об обмане и потребовали немедленно взлететь. В ходе угроз они застрелили одну из стюардесс. Милиция решила пойти на штурм и проникла в самолет через кабину пилотов. В результате штурма погибло 8 человек, трое пассажиров и пятеро террористов. Ими оказались сама Ненеля Вечкина и четверо ее старших сыновей. Но были в СССР и удачные примеры побега на самолете. В 1970 году Пранас Бразинскас и его сын Альгердас захватили самолет, летевший из Батуми в Сухуми. Они потребовали от экипажа лететь в Турцию, а за попытку помешать им убили стюардессу. Самолет приземлился в турецком городе Трабзон. Власти Турции вернули в СССР всех членов экипажа и остальных пассажиров, но выдать Бразинскасов отказались. В итоге Бразинскас-старший был приговорен в Турции к 8 годам тюрьмы, а его сын к двум. При этом Пранас Бразинскас попал под амнистию и тоже вышел на свободу после двух лет заключения. Бразинскасы попытались получить статус политических беженцев в посольстве США в Анкаре, но им отказали. Тогда они улетели в Венесуэлу, там сели на самолет в Канаду, летевший транзитом через Нью-Йорк. Бразинскасы вышли в Нью-Йорке, оставшись в США нелегалами, а документы получили после просьбы литовской общины. Правда, на этом их история не закончилась. В 2002 году Бразинскаса-младшего осудили за убийство его отца. Так что сбежать из СССР Бразинским удалось, но жизнь от этого их, к сожалению, не наладилась. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует. Да, я не потеряюсь. Пока одни люди искали любые способы, чтобы покинуть СССР, других страна буквально выгоняла сама. Например, поэта Иосифа Бродского. 10 мая 1972 года его вызвали в отдел виз и регистрации и сказали, что либо он немедленно покинет Советский Союз, либо будет подвергнут каким-то репрессиям. Одним из вариантов было принудительное лечение в психиатрической больнице, где ему уже приходилось лежать по решению властей. Бродский выбрал иммиграцию, но пытался ее оттянуть. Однако уже 4 июня лишенный гражданства СССР поэт вылетел по израильской визе в Вену. В июле Бродский перебрался в США, а спустя пять лет стал гражданином этой страны. Спустя пару лет схожему изгнанию подвергся Эдуард Лимонов. По словам самого писателя и политика, в КГБ ему поставили условия либо сотрудничать с ведомством, либо эмигрировать на Запад. Как и Бродский, Лимонов оказался в США, где также занялся литературной деятельностью. Но затем вернулся в Россию и прославился скорее шествиями громкими высказываниями своей политической деятельностью, чем книгами. Лимонов тоже после эмиграции лишился советского гражданства. Эта практика вообще была не единичной. Гражданство лишали не только тех, кто убежал, но и кого не хотели пускать обратно. Например, так произошло с музыкантом Настиславом Ростроповичем. По просьбе американского сенатора Эдварда Кеннеди его выпустили на длительную командировку за границу, а затем лишили гражданства также к его супругу, певицу Галину Вишневскую. Пожалуй, самым известным изгнанником из СССР стал Александр Солженицык. В январе 1974 года его якобы антисоветскую деятельность и книгу «Архипелаг ГУЛАГ» обсуждали на заседании Политбюро ЦК КПСС. Большинство участников заседания проголосовали за арест и ссылку писателя, но на его принудительной высылке из страны настоял Юрий Андропов. 12 февраля того же года Солженицем был арестован, обвинён в измене родине и лишён советского гражданства. На следующий день его на самолёте вывезли в Западную Германию. Как и Ростроповичу с Вишневской гражданство СССР Солженицу вернули в 1990 году. Вообще, практика высылки выдающихся людей, не согласных с властью, была в СССР довольно частой. Можно вспомнить ещё, например, Андрея Сахарова. Однако большинство уехавших делало это по своему желанию и вопреки воле правительства, а не наоборот. Конечно, это выглядит дико и звучит глупо – уезжать за границу, чтоб писать о русской литературе. Но именно так всё и произошло. Третья волна эмиграции из СССР началась в середине 60-х. В декабре 66-го года советский премьер Алексей Косыгин заявил, что страна готова отпускать людей, у которых за рубежом остались родственники. Так началась первая массовая легальная эмиграция из СССР. Но попали под неё только этнические меньшинства – немцы, понтийские греки и, в первую очередь, евреи. На момент начала легальной эмиграции в Советском Союзе было более двух миллионов евреев. Постепенно они стали получать так называемые израильские визы покидать страну. К 1970 году так уехало всего тысяча человек. Но в 1971 число уехавших выросло до 13 тысяч, а в 1972 превысило 30 тысяч за год. Всего к 1979 году по израильской визе СССР покинуло около 175 тысяч человек. К 1988 эта цифра выросла почти до 300 тысяч. Затем правила отъезда стали ещё мягче, и к развалу Союза число покинувших его евреев превысило полмиллиона человек. Уезжая, сами этнические евреи немцы и греки могли забрать с собой близких родственников, например, супругов. Так в СССР появилась шутка о том, что жена-еврейка – это не роскошь, а средство передвижения. Ведь брак с ней помогал перебраться на Запад. Массовый отъезд советских евреев в Израиль привел к тому, что число русскоязычных жителей в этой стране приближалось к 20%. Много русскоговорящих в этой стране есть и сейчас. Я уехал, когда мне было 31 год. Значит, мы подали и решили уезжать, когда мне было немножко меньше 30 лет, лет 28. К тому времени у меня была дочь, и уезжать я, в общем, не хотел. Но по всему я пришел к выводу, что я бы не хотел, чтобы моя дочь росла в этом обществе. И принял для себя решение, что я должен что-то для нее сделать. Поэтому было принято как бы само решение понадобилось примерно года 2-3 для того, чтобы понять, что мне это нужно не меньше, чем ей. Но я до сих пор ей благодарен за то, что мы как бы начали этот процесс благодаря ей. Я первый раз как бы попал в КГБ в 16 лет на запросы. Но я не могу сказать, что у меня были такие серьезные сложности в моей жизни, ради которых бы я стал уезжать. Мне было интересно жить. В России у меня было много друзей. Моя жизнь была наполнена и профессионально, и интеллектуально. Все было связано с русским языком. Поэтому это решение было очень непростое. В 79-м мы, в конце концов, подали официально. Потому что нужно было подготовить все к этому. Мне нужно было поменять место работы. Я не хотел ставить под удар людей, с которыми я работал до этого. И два года мы ожидали разрешения. Чтобы уехать, нужно было не только доказать свое происхождение, но и найти родственника в Израиле. Хотя бы дальнего. Но некоторым удавалось и сымитировать наличие этого родственника. Воссоединение семей. Это была единственная формальная причина, к которой можно было уехать. То есть у нас не было никого здесь. Но мы это как придумывали легенду о том, что тот человек, которого мы никогда не знали, от которого мы получили вызов, что он какой-то там дальний родственник, к которому мы очень хотим поехать и хотим высоединиться. Кому-то по той же израильской визе удавалось выехать не в Израиль, а в США. Правда, менять маршрут приходилось уже в Европе, когда советские власти больше не могли помешать. Процесс выезда был очень сложным, во многом издевательским над людьми. Шанс на успех был не очевиден. Очень многие люди получали так называемый отказ. То есть им не разрешали выезд из Советского Союза. И это приводило к тому, что они оказывались сразу в черных списках, лишались работы, которая у них была, лишались реально права продолжать учебу, если это были молодые люди. В общем, это приводило к разного рода сложностям. Так что выезд был непростым, но я попал в ту категорию людей, в ту группу людей, к которым разрешили уехать. И, соответственно, в январе 1978 года я вылетел по имевшимся тогда соглашениям международным из Москвы в Вену. У Советского Союза не было дипломатических отношений с Израилем, поэтому выезд осуществлялся через Вену. В Вене всех нас, тех, кто ехал поездом или летел на самолете, задавали один буквально вопрос – в какой стране вы хотите жить? Если люди называли Израиль, таких было примерно половина. Они довольно быстро, чуть ли не на следующий день отправлялись в Израиль, а при выборе любой другой страны нас отправляли всех в Италию, где по соглашению с итальянским правительством примерно 4 месяца, в каких-то случаях больше, в случае Канады – 8, в случае Австралии иногда и 12, оформялась виза на объезд в страну, в которой вы хотите жить. И, соответственно, примерно через 4 месяца я уже был в Америке, потому что я выбрал Америку. Так что в апреле 78-го года я прилетел в США. Хотя формальным поводом для эмиграции было наличие корней родственников в других странах, уезжали чаще не ради воссоединения, а чтобы сбежать от советской действительности. Политика, она, может быть, нравится, может не нравится. Я не могу сказать, что мне все нравится в Израиле, есть вещи, которые мне здесь тоже не нравятся. Меня в России с детства заставляли лгать. Это мне было всегда очень тяжело. Мне не всегда, так сказать, разрешали дома говорить то, что я думаю, потому что считали, что это опасно, и убеждали меня, что это не так. Хотя я видел, что на самом деле это связано не с тем, что я не прав, а с тем, что это нехорошо, что это может на что-то повлиять. Моя бабушка, старая коммунистка, когда я приходил к ней домой, закрывала все форточки. Я говорил, бабушка, что, почему? Она говорит, потому что я не могу. Если кто-нибудь из соседей услышит то, что ты здесь говоришь, то тебя посадят. Мне хотелось говорить со своими детьми о том, о чем я хотел, так, как я хотел. Это не всегда связано с политикой. Это может быть связано с другими вещами. Это может быть связано с искусством. Поэтому, скорее всего, это было первое решение, то, что повлияло на желание воспитать дочь в другом мире. А поскольку реальные родственники в Израиле были далеко не у всех, люди разъезжались по миру, вырвавшись из СССР. На самом деле я еврей на четверть, на 25%. Мама моей мамы была еврейка. Что по таким традиционным еврейским нормам означает, что я по израильским нормам считался евреем. Но, тем не менее, я евреем был на 25%. Может быть, если бы я был евреем на 100%, у меня были бы какие-то более сильные чувства именно по отношению к Израилю, и я бы эмигрировал в Израиль. Но я вам больше скажу. Если бы, допустим, эмиграция была бы открыта действительно только в Израиль, то я ни минуты бы не думал и полетел бы в Израиль. И я уверен, что мне бы там было хорошо и комфортно. Но поскольку был выбор, то как-то я был настроен, лично я, с того момента, когда я уже решил уезжать, именно на Соединенные Штаты. Подготовка к отъезду, конечно, требовала силы времени, а иногда и хитрости. Требовался серьезный расчет. Я подал документы на следующий день после окончания весеннего призыва в армию. Нужно было собрать безумное количество документов. Среди этих документов должна была быть бумажка об исключении из комсомола. Потому что членам комсомола, как и членам партии, нельзя было подавать документы на выезд в Израиль. Соответственно, нужно было в институте пройти через исключение из комсомола. А это означало, в случае СФАК, автоматическое отчисление из института. Но как только тебя отчисляли из института, военкомат имел право призвать тебя в армию. Еще до того, как получен ответ из АВИРа с разрешением или отказом эмигрировать. И поскольку разрешение, как потом стало известно, тоже давалось или не давалось, примерно через полгода, то получалось, что очень важно было подать эти документы и получить ответ, желательно положительный, ровно в тот период, когда тебя еще не могут призвать в армию. Среди обычных советских граждан тех, кто мог уехать за границу благодаря национальности, не очень-то и любили. Их считали предателями страны. В случае евреев все это приводило к бытовому антисемитизму. Чиновники, понятное дело, тоже таким репатриантам не были рады. И это надо разделить на две большие группы. Одна – это чиновники формальные, те, которые принимали, с которыми надо было иметь отношения при подаче документов в отделе ВИЗ. Это, так сказать, я думаю, что и сегодня ничего не изменилось. Такие чиновники, они никогда не бывают приятными для тех людей, которые имеют с ними дело. Знаете, как бы комплекс вахтеров. Если ты сидишь на своем месте, у тебя есть пистолет, то все остальные – то есть они пустое место. С другой стороны, люди, с которыми я работал, у которых нужно было получать документы, которые должны были давать мне разрешения какие-то в моем случае, мне припомни делали и относились ко мне очень по-человечески, хотя и я, и они понимали, что я для них живая проблема. Все из КГБ были, ну, не в силу моего отъезда, а в силу того, что я занимался какой-то активной деятельностью. То есть ко мне приходили на работу, предлагали сотрудничать, запугивали, так сказать. И многое из того, что они говорили, я принимал всерьез, но к моему, так сказать, моей большой радости это все оказалось гораздо лучше. Зато на Западе иммигрантам помогали и с документами, и с обустройством. Вы знаете, это все было на автомате. То есть вот мы приезжали или прилетали в Вену. В Вене оформление документов происходило достаточно легко и просто. Где-то от недели до десяти дней иммигрант находился в Вене. Затем нас поездом отправляли в Италию. Там нас тоже встречали представители беженских организаций. Организовано все было достаточно хорошо, если не иметь в виду проживание. С проживанием было сложно, потому что селили всех в какие-то очень дешевые гостиницы. Не всегда даже эти места можно было гостиницами назвать. И вот это для очень-очень многих было некомфортно. Особенно, когда это оказывались семьи с детьми, с пожилыми родителями. Быт был не очень простым. Вот этот вот иммигрантский быт, итальянский. Нам всем платили какие-то денежные пособия – 120 тысяч лир. Ну, что, соответственно, где-то, наверное, может быть, 120, допустим, долларов. Это были скромные деньги, но в Советском Союзе, в общем-то, все жили скромно и как-то все умещались в эту сумму. Главным правилом для репатриантов в СССР был запрет на их возвращение. Говорят, что уехавших не пускали даже на похороны родителей. Поэтому побывать на родине многим удалось лишь с распадом Союза. Правда, решение уехать из страны мало кто из них пожалел. Нужно понимать, что мы, когда уезжали в 70-е годы, мы же уезжали с билетом в одну сторону, без гражданства, с пониманием, что мы никогда не сможем больше вернуться в Советский Союз, увидеть своих друзей, у кого-то родственников, пройтись по любимым улицам, я уже не знаю что. И оказалось, тем не менее, что Советский Союз не вечен. И в 91-м году он рухнул. Но иммиграция с 70-х годов была уже разрешена несколько раньше даже посещать Советский Союз. Я помню, что первый раз я вернулся в Советский Союз в 89-м году. Так что всего лишь, можно сказать, через 11 лет после иммиграции. Хотя, повторяю, в 78-м году оказалось, что Советский Союз будет существовать вечно и, безусловно, всех нас переживет. Я был в России несколько раз. Я был в России первый раз в 92-м или 94-м году. То есть я 13 лет не видел свою мать. Поэтому, когда такая возможность появилась, я приехал, повидаться с ней. Потом я ездил уже начиная где-то с 2008-го года. Я по работе ездил много раз в Россию. Я встречался с хорошими людьми и в те и другие времена. Мне всегда очень везло с друзьями и с людьми, с которыми я общался. Но жить там я бы не хотел. С падением Советского Союза вопрос, как уехать, уже не стоял. Ведь границы открылись. Ехать можно было куда угодно, было бы на что. Четвертая волна эмиграции началась в 90-е, ее считают экономической. Пока в России были огромные проблемы с работой и деньгами, люди ехали за границу в поисках лучшей жизни. С 92-го по 99-е годы только США, Канада, Израиль, Германия и Финляндия в сумме приняли более 800 тысяч эмигрантов из России. При этом у многих просто не хватало денег, чтобы выбраться за границу. Пятая волна эмиграции случилась в нулевые и была менее массовой. Теперь уезжали в основном успешные и амбициозные люди, которые считали, что за рубежом могут лучше реализовать себя. Среди них были и первые политэмигранты Новой России, и айтишники, которые теперь работают в Кремниевой долине, талантливые артисты и спортсмены. Но отток был не таким массовым, как сейчас. С 2004 по 2008 годы Россию покинуло около 220 тысяч человек. Сейчас за месяц с небольшим страну уже покинуло несколько десятков тысяч человек. Точных цифр нет, но вполне возможно число новых эмигрантов уже перевалило за сотню тысяч. Конечно, среди них много тех, кто готов вернуться. Но когда? Когда все это закончится? Думаю, такой ответ даст большинство. Как и пятая, шестая волна эмиграции лишает Россию наиболее активных и образованных. Радует лишь то, что им пока не приходится искать у себя иностранные корни и угонять самолеты. Надеюсь, хотя бы до этого не дойдет. Спасибо, что посмотрели. Если хотите поддержать меня и мою команду, все ссылочки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok